Здравствуйте, мои дорогие зрители, паркурщики в Венеции! Французская группировка УЗИ покажет нам мега-трюки и прыжки в воду. Начнем с чего попроще и перейдем к более сложному. Вон у него аж попа чешется, лишь бы уже стрючить чего-нибудь. И сейчас трюки будут. Его зовут Матьё. Говорит, боится, что упадет в воду. Нужно перепрыгнуть и зафиксироваться на том вот порожке. Наклоняется вперед для аэродинамики. Видно, француз махал руками, пытался подлететь, чтобы ухватиться за решетку. Ну, план, честно говоря, такой багетный. Сейчас попробуют еще раз. Мы находимся в красивейшем районе Венеции, Сотопорто-Годель-Филатойо. Именно здесь жил тот самый великий предельщик Филатойо. Его все знают. И где-то в этих кварталах остался старый предельный аппарат из года 1488. Район, то есть, непростой. Француз Матьё сразу решает сдаться, отказаться от трюка. Но, внимание, левее есть еще одно место. Паркурщик Фелекс. Да, он смог удержаться. Но как ему вернуться обратно? Вот это здание, это вообще жилой дом. Его так могут и ножиком пырнуть там. Но, судя по засохшим цветам, жильцы, возможно, уже крякнулись. От гнилого смрада каналов. Фелекс говорит, что обувь может соскользнуть, боится прыгать. В лесоптво! Появляются девушки из дома 2002. Кстати, в Венеции дома нумеруются не по порядку. То есть, соседний 2000-й дом может быть и не рядом, а вообще где-то. И девушки соглашаются помочь спасти паркурщика. Они знают, что рыбы в каналах очень злые, потому что фановые трубы с квартиры идут прямо в воду. Ох ты, какая удача, а! Мы можем увидеть изнутри, как живут венецианки. Вот комната для глажки, стирки, сушки. Без ремонта. Штукатурка несколько подоблупилась. Видно, что мужчина пока в этом доме у них не задерживался. Французами были экспроприированы две длинные палки. Что с ними делать, решительно непонятно. А, смотрите! Желез со засохшими цветами! Все-таки еще живой! У женщины спрашивают, а можно вы меня спасете? А она говорит, а что случилось-то? Да я, говорит, поскользнулся и очутился у вас. Фелекса спасли, но ему все не имется. И вновь мы в районе известных придильщиков. Вот представьте, за окном сидит бабушка, спасательные жилеты вешат. Ну, для местных утопленников. И тут ей на окно прыгает бешеный француз! Ну, венецианцы, наверное, уже свыклись с туристскими причудами. Дяденька сообщает, вы смотрите, ведь полиция может вас и оштрафовать-то на 500 евро. 500 евро? Да. А вы знаете людей, которых штрафовали на 500 евро? Да, говорит, знаю. Но если я их звонил, их сдавал. Так паркурщик Луи Мейнар. У него есть идейка. Вон туда. Ступеньки могут быть скользкими, надо проверить. Да, говорит, есть трение. Нормально. Ширина канала примерно 3 метра. Прыгать далеко, но Луи говорит, это выполнимо. Для молодого человека норматив ГТО готов к труду и обороне. Прыжок с места. На золотой значок. 240 сантиметров. Здесь же 3 метра. Очень далеко. А мировой рекорд 373 сантиметра. Задача у Луи крайне непростая. Ох ты, ничего себе. Недаром французов называют лягухи. Да, это видимо с давних времен, когда они еще перепрыгивали Ла-Манш. Ну, чтобы зайти в гости к своим дорогим друзьям англичанам. Матьо-то вообще в шоке от радости. Да, трюк, конечно, белиссимо. Ну, кстати, ребят, я тоже паркурщик. Свой паркур я выложу в комментариях в телеграме. Ссылка в описании. Следующий прыжок значительно длиннее и сложнее. Но уже с разбега. 7,5 метров. Прыгать будет снова Луи Мейнар. Мы находимся рядом с вокзалом Венеция-Санта-Лючия. Это на который приезжают все посетители Венеции. На поезде с материка. Луи понимает, что трюк будет опасным. Его спрашивают, может быть, какие-то последние слова. Но говорит, о своей прическе горшком не жалел никогда. Сострадонии жалости не надо. Пока примеряется. Справа апартаменты Прюли. Бесплатный Wi-Fi и кондиционер. От 10 до 15 тысяч рублей за ночь. Так, проверяет, чтобы подошвы были достаточно сухими. Луи сказал, что прыгать страшно, но трюк слишком сытный, чтобы его пропускать. Не совсем удачное приземление. Если бы там стоял батут, можно было бы в апартаменты Прюли заселиться и бесплатно. Луи поясняет, что поскользнулся и упал, потому что попал в лужицу. Теперь у него содрана кожа на бедре. Также Луи сообщает, что это его рекордный прыжок в длину с разбега. Но, дескать, как-то странно ощущается. Слишком легко он его выполнил. Ребятам все не имется. Филекс сейчас будет пытаться повторить свой маневр с решеткой. Ему нужно допрыгнуть до нее, стабилизироваться и как-то вернуться обратно. Вот и сам Филекс уже прощается со своими скромными пожитками. На толстовке у него по-японски написано что-то вроде «Удачное приземление». Сейчас проверим. О! А так, дорогие зрители, представьте, кто в многоэтажке живет. Сидите на седьмом этаже. Во, в окно такой Филекс. Булсуар! Местный житель подходит, говорит «Лео Мораньо». Что? По-итальянски не говорите, что ли? «Лео Мораньо». Да, говорим-говорим, только не бейте, мерси. «Лео Мораньо» значит «Спайдермен» по-итальянски. Вот эта дверь справа, кстати, хорошие апартаменты. Хвалят. На завтрак вареные яйца и нарезанное салями. И тут внезапно. Мы во дворике института сестер Святого Франциска. Вон черная дверь справа. Луи нашел для себя здесь интересную конфигурацию. Чтобы прыгнуть на руках, головой вперед. Правда, мешает, говорит, какая-то пипка. Кстати, на сайте этих сестер Святого Франциска можно заказать и вроде даже бесплатно молитву. Надеюсь, Луи это не понадобится. Кстати, с российского IP к ним на сайт не зайти. Ну что же, пора прыгать. Вон там позади видят кривой мост. В честь него называется весь район Венеции «Понте-Сторто». Район кривых мостов. Прыжок! Ого! Луи, конечно, очень впечатляет, дорогие друзья. В общем, он говорит, что мост у него отказывался прыгать. Но Матьё с камеры сказал «го», и он на инстинкте побежал. Так, мы в районе Дарсадуру, что переводится как «Становой хребет». То есть почва здесь относительно твёрдая. Ну, по сравнению с другими районами. То есть можно прыгать, не боясь провалиться к великому Ктолу. Луи планирует прыгнуть именно в воду со строительных лесов и с двойным сальто. А вот этот мост, который за Луи, был построен ещё в 400-х годах, представляете? Он изначально был из дерева. И через 200 лет, в 600-х, его перестроили из камня. Ой, так опасно прыгает на стержни эти. Если выломает, ведь может всё провалиться прямо в ад венецианских говен. Так, вот чистовая попытка повисает. Нужен разгон для сальто. Двойное! Ну, в Луи сомневаться не приходится. Паркурщик высокого уровня. А леса эти поставлены компанией «Бэй Конституционе», что переводится буквально как «Красивые здания». Они как раз занимаются реновацией фасадов Венеции. И недавно они ремонтировали палаццо Франчетти. Это такой большой музей в Венеции. И вот про него пишут, что это скам, обман. Всего шесть маленьких комнаток, которые пройти за пять минут и стоят это 12 евро. И это, дескать, обдираловка. Но фасад зато сделали крепкий, да. Не, ну, дорогие зрители, я раньше знал про Венецию, что он на воде, там, с каналами. Ну и как-то всё. А после работы над этим видео, посмотрев на эту архитектуру, на эту атмосферу, я так захотел в Венецию, чтобы погулять там, чтобы ощутить всё это лично, смотрится просто великолепно. Ну, разве что в палаццо Франчетти, вот, можно не заходить. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Дорогие друзья, желаю вам здоровья, добра, любви и процветания. И, конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания.